25 сентября день автомона артамона сегодня почитают память святого мученика артамона он жил четвертом веке и обратил христианство большое количество людей ранее бывших язычниками была образована целая община для которой артамон соорудил и осветил храм во время гонений на христиан артамон был арестован но сумел сбежать из тюрьмы и продолжал долгое время проповедовать но обращенные христиане разрушили языческое капище язычники из мести убили святого народе было подмечено что на артамона змеи ползут в укрытие чтобы переждать зиму поэтому народе артамона называли змеевиком кстати в году отмечается два змейных праздника весной и осенью весной праздновали день василиска это 4 июня в этот день становилось настолько тепло что даже змеи выбираются из своих зимних укрытий вообще природа замирает в лесах уже реже можно было встретить диких животных дни становились короче а по утрам бывали заморозки сегодняшний день был очень важен для охотников они в последний раз в этом году могли подстрелить какого-нибудь зверя приметы если на деревьях сегодня много желтых листьев осень будет ранее если дождь идет к длинной зиме на дубе много желудей будет теплая зима и плодородное лето гром гремит сегодня к теплой осени если на артамона хотя бы зайца подстрелишь дальнейшая охота будет очень удачной наконец-таки мы хотим не болеть простудными заболеваниями не ангинами не какими-то там кариесами а что для этого делаем то практически ничего не делаем только конфеты едим да чай или кофе сладкое пьем с булочками которые как раз и способствует этому мы с вами сюда добавили клюковки клюква великолепный бактерицидный продукт чистости нам кровь особенно препятствующие развитию различных гинекологических заболеваний заболеваний предстательной железы у мужчин вот заболевания там печени и почек хорошо утоляет жажда потому что как только мы сладкий напиток который какой-нибудь выпьем сразу же у нас начинается еще хочется пить а здесь он кислый тем более кисломолочная ничего нам не хочется пить великолепно утолили жажду при этом еще здоровили свой собственный организм и укрепили его далее кисломолочная еще мечника утверждал что кисломолочная продляет жизнь и мы и употребляем как раз кисломолочная для того чтобы чувствовать себя великолепно ну а меди я думаю уже тут все это сказано и что еще хочу сказать я знаю одного мужчину у которого 50 лет началось отслаивание сетчатки и он начал слепнуть болезнь прогрессировала и он должен был ослепнуть но ему подсказали а вот говорят проросшая пшеница помогает с этой проблемой справиться и он начал регулярно по 2 столовые ложечки съедать каждый день сейчас ему 70 лет даже тоже больше 70 лет болезнь не прогрессирует как было так и осталось на том же самом уровне зрение он не потерял зато стул регулярной потенция великолепно жизненных сил в море как вкусно если бы вы знали приготовить кстати все это можно делать самостоятельно вы здесь не видите во время приготовления завтрака не консервантом не закрепители не подсластители не еще чего-нибудь вы все делаете своими собственными руками с любовью и это дает потрясающий оздоровительный результат только наша кулинария может это делать поэтому используйте и смотрите ли гуляла благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч